Здравствуйте! В эфире новости Курганру в студии Натальи Ичменева. Главные события сегодняшнего дня. Санитарный патруль на улицах города. Борьба со свалками во всех районах Кургана. Пришел в больницу, сдай все анализы. Вновшество предпрохождения диспансеризации рассказали в департаменте здравоохранения. Жизнь меняется в лучшую сторону. В Шадринском районе село развивается под опекой местного сельхозпредприятия. В областном центре продолжается санитарный патруль. Представители городской администрации выявляют лиц, причастных к возникновению несанкционированных свалок. Адреса, по которым проводятся рейды, поступали от жителей на ресурс. Обратись и через соцсети. Подобное мероприятие обещает стать традиционным. Исполняя поручения в Рио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, администрация города Кургана продолжает проводить рейды. Они направлены на выявление лиц, осуществляющих свалку мусора вне мест, специально отведенных для этих целей. На прошлой неделе провели ряд таких мероприятий. В результате выявлено два факта слива жидких бытовых отходов в поселке Керамзитном и по улице Родькино. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Сегодня журналисты вновь отправились в санитарный патруль. Места для рейдов выбрали из жалоб, поступивших на ресурс, обратись и из соцсетей. Мы побывали в микрорайоне Рябково на улице 9 мая, в первом микрорайоне Заозерного и на Гагарина 7. В Рябково обнаружили свалку бытовых отходов. Представители администрации заверили, что весь мусор будет вывезен в ближайшее время. С начала этого месяца организация, которая здесь работала, несмотря на то, что у нее до 30.06 был договор, бросила ввозить мусор. В настоящее время было проведено собрание улицы Целиной и все, кто пользуется вот этим контейнером. Было принято решение, что они уже заключили договор с 1 июля будут ввозить пакетированные тары. Старшая по улице собрала здесь общее собрание. Мы тоже поучаствовали до 4-го числа. Вот здесь можно будет 5-го числа приехать, проверить, посмотреть. Здесь все будет вывезено, все будет убрано. В Заозерном члены патруля побывали в образцовом дворе. Отходы там не только вовремя вывозятся, но еще и сортируются самими жильцами. Пригласили нас, пригласили архитектуру. Мы определили место вот здесь под совместную кандидрую площадку. И с того момента вообще вопросы по вывозу мусора, по защите загрязнения кандидрую площадки вообще исчезли. Всегда чистая. У них запчен график совместной уборки вот этих домов. А вот на улице Гагарина недобросовестные жители вдоль дороги вновь набросали мусор на том же самом месте, которое уже было очищено. Несмотря на то, что управляющая компания добавила контейнер для мусора и стала регулярно вывозить отходы, мусорная площадка во время рейда была заполненной. Заместитель начальника государственной жилищной инспекции Анатолий Казаков пообещал, что обязательно разберется в этой ситуации. Максим Ахахонин, Михаил Котельников, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру Берцы, военная форма и устав воинской службы. Еще недавно эти люди знали об этих вещах лишь понаслышке. Сейчас же все изменилось. Из Кургана в Москву отправились призывники президентского полка. Проводить ребят на службу родине пришли не только близкие и родные люди, но и первые лица области. В Рио губернатор Вадим Шунков пожила призывникам достойно службы. Также он отметил, чтобы ребята не забывали звонить и писать домой, где их очень ждут. Вчера был в Кремле и проходил мимо арсенала, где живут бойцы, служащие президентского полка. Я увидел там молодых ребят и спросил, кто из Кургана, потому что сегодня пополнение из Курганской области, конечно, это большая честь. Это сердце родины, это вся история, это державность нашей страны. Мой старший сын отслужил два с половиной года назад тоже в президентском полку. Вернулся честно. Так что ребята тоже отслужат и тоже вернутся к радости своей семьи. Огромное честь и очень хорошая служба. Среди провожающих и те, кто уже был удостоен чести службы в самом элитном роде войск. К таковым относится и главный федеральный инспектор Курганской области Артем Пушкин. Нас учили, что защита Отечества – священный долг и почетная обязанность. И сегодня новый призыв будет реализовывать этот лозунг. Действительно, служба в Кремлевском президентском полку почетна. Вы должны помнить, что и уральцы, и зауральцы, и сибиряки всегда были основой обороноспособности нашей страны. Напомним, военнослужащие президентского полка охраняют Кремль, участвуют в торжественных государственных мероприятиях, а также несут службу в почетном карауле у могилы неизвестного солдата. Андрей Бахарев, Михаил Котельников, Александр Киселев, Александр Карапов. Информационное агентство Курганру. Отныне быть больным не получится, а правительство Российской Федерации всерьез взялось за здоровье граждан. Теперь к проведению диспансеризации профилактических медицинских осмотров предъявляются повышенные требования. О них журналистам рассказали в Департаменте здравоохранения Курганской области. Подробности далее. Диспансеризация населения проводится в Курганской области с 2011 года. Дополнительно ведутся профилактические медицинские осмотры работников. Теперь эти меры контроля за здоровьем граждан объединены. Диспансеризация проводится один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет и дальше ежегодно в возрасте 40 лет и старше. Диспансеризация включает в себя профилактический медицинский осмотр и скрининговые исследования. Набор последних зависит прежде всего от возраста пациента и предрасположенности этой группы населения к тем или иным заболеваниям. Диспансеризация – это не обязаловка, но проходить ее крайне желательно. Для увеличения охвата населения медицинскими осмотрами государство постаралось облегчить их доступность. Электронная запись для прохождения диспансеризации у нас организована в 20 медицинских организациях, что составляет 69%. В 12 медицинских организациях – это 41% – организовано проведение диспансеризации в вечернее время. В 22 медицинских организациях – это 76% – организовано проведение диспансеризации в субботу. Кроме того, почти все поликлиники выезжают к пациентам для проведения начального этапа диспансеризации. Еще три четверти осуществляют доставку пациентов в свое медучреждение и обратно. При проведении диспансеризации особое внимание уделяется выявлению признаков онкологических заболеваний и туберкулеза. Помимо этого проверяется состояние детородных функций у мужчин и женщин. Еще одна важная деталь. Если раньше пациент отказывался от прохождения некоторых видов исследований, диспансеризация считалась пройденной. Теперь это не получится. Медучреждению ее проведения попросту не оплатят. Поэтому, если вы переступили порог больницы или поликлиники, будьте готовы сдать все анализы. Ради вашего же здоровья. Все вот эти мероприятия направлены на раннее выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, онкологических заболеваний в том числе, которые именно вносят большой вклад в смертность нашего населения. Ирина Ростова, Николай Волков, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. В продолжение темы. Одна из мишеней государства для увеличения продолжительности жизни россиян – профилактика и своевременное лечение онкологических заболеваний. В борьбе с ними уделяется большое значение. На федеральном и региональном уровнях приняты соответствующие программы. Как они реализуются в Курганской области, узнаете прямо сейчас. Успешность реализации программы снижения уровня онкологических заболеваний оценивается по трем основным параметрам. Это доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, когда рак легче всего излечить, удельный вес онкобольных, состоящих на учете более пяти лет, лечение которых можно назвать успешным, а также доля пациентов, которые умерли от рака в течение первого года после его обнаружения. В Курганской области все три показателя лучше плановых, во многом благодаря хорошему финансированию программы. На реализацию проекта на 2019 год выделено 1 миллиард 431,7 миллионов рублей. Здесь и федеральные деньги, и средства областного бюджета, и средства обязательного медицинского страхования. Мероприятия программы выполняются в срок. На 1 июля запланировано открытие первого в Курганской области амбулаторного центра онкологической помощи. Он расположится в Курганской поликлинике номер один. Цель – выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Раньше это могли сделать только в областном онкологическом диспансере, но мощности этого не хватало, приходилось ждать очереди. Сегодня, вот с 1 июля, когда заработает этот центр, больные при подозрении на онкологическое заболевание будут направляться к врачам-онкологам нашей поликлиники. И должны быть в течение двух недель, очень быстро, мы должны определиться, имеется ли действительно онкологическое заболевание или это какое-то другое заболевание. В центре будут уточнять диагноз, решать, какое лечение назначить – хирургическое, лучевое или химиотерапевтическое. Затем направлять в онкодиспансер. Это сэкономит время, жизненно важное при лечении раковых заболеваний. Для этого мы решили в первую очередь кадровый вопрос. У нас сегодня с 1 июля будет работать 5 врачей-онкологов. Имеются все диагностические возможности для того, чтобы уточнить и правильно поставить диагноз. Курганская поликлиника номер один обслуживает 115 тысяч жителей города. Это примерно треть населения областного центра. Здесь оборудуют три дневных стационарных места для проведения химиотерапии онкобольных. Остальные будут стоять на диспансерном учете. Они будут стоять на диспансерном учете у наших врачей-онкологов, наблюдаться, своевременно обследоваться на наличие рецидивов или оценки результатов полученного лечения. Специалисты надеются, что открытие центра облегчит раннюю диагностику онкологических заболеваний и поможет излечению одной из самых страшных болезней человечества – рака. Алла Макопеева, Николай Волков, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Село меняется, Красномыльское поднимается с рассветом. Местные агропредприятия активно помогают в развитии духовной, культурной и спортивной жизни. О том, какие изменения произошли в селе за последние 10 лет, узнаете из материала нашего сюжета. Начали с духовных преобразований. Церковь Вознесения Господня стала одним из первых объектов, в создании которого принял участие ООО «Рассвет». Она была построена в 2009 году на средства сельхозпредприятия на месте разрушенного в 30-е годы одноимённого храма. Позже, в 2017 году возвели трапезную, где сейчас работает воскресная школа. В центре села рядом с учебным заведением три года назад для самых юных появилась современная детская площадка – качели, карусели, горки и песочница. Всё, что нужно для детей. Нам, будучи, когда мы были молодые, казалось, что село не очень такое привлекательное. А сейчас уже с годами действительно оно привлекает людей, молодёжь, которая, в общем-то, приезжает в село. Ну и вот эти детские площадки, они, конечно, наших детей привлекают, внуки приезжают, с радостью идут на любую площадку. Заново отстроен мемориальный комплекс в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и участниках локальных конфликтов. Также благодаря инициативе и помощи агропредприятия в лице Романа Баёва заменили плиты, поставили кованые заборы, благоустроили прилежащую территорию. Отремонтирован в селе при их поддержке и Дом культуры. Теперь здесь есть уютный зрительный зал на 134 места, отдельная комната для занятий детей и новое оборудование. Интересно работать, так как обновлённый клуб, люди идут. Нам очень нравится, дети, очень понравилась наша обстановка. Дети, взрослые, пенсионеры – все у нас. Оборудование у нас, аппаратура нам подарили, рассвет новое, открытие клуба. Была программа, кинофильмы, то есть нам новое завезли оборудование, пока не установили ещё экран. В основном колонки, монитор, мультимедиапроектор уже завезли. Скоро уже и кинобот. Большое внимание в Красномыльском уделяют спорту. Особенно местные жители любят бильярд и хоккей. Есть детская и взрослая хоккейные команды. Гордостью села является современный, тренажёрный зал и хоккейный корт. Тоже заслуга сельхозпредприятия. Красномыльцам вообще очень повезло, что у нас такой инвестор, который очень большую роль уделяет социальной сфере и развитию спорта, и тому, чтобы было где людям отдохнуть. Есть где время провести Красномыльцам. Есть где спортом заняться. Благодаря рассвету у села есть возможность попасть в программу комплексной застройки. Для того, чтобы стать её участником, необходим проект стоимостью около 3 миллионов рублей. Рассвет взяли на себя эти обязательства. Они сейчас изготавливают этот проект. Надеюсь, что всё-таки мы сдвинемся и войдём в программу. И у нас будет комплексная застройка на въезде села. Если это всё произойдёт, село преобразится ещё во много-много раз. Тем более будет современный детский сад. Там планируется на 60 мест. И вот 20 домов. Мечта наша. Жизнь населения никогда не была лёгкой, признаётся Роман Баёв. Чтобы местному населению было комфортнее и уютнее здесь жить и не хотелось уезжать, предприятие помогает в меру своих сил. В частности, в организации досуга и быта. Понимание социальной политики из позиции учредителя понятное. То есть всегда отзываться, потому что мы здесь живём, предприятие, оно не может существовать отдельно от людей, от социума. То есть там работают люди, которые здесь и живут. Без создания вот этой социальной сферы и улучшения жизни населения ничего не будет. То есть люди будут уезжать, работать здесь будет некому. Когда есть на кого положиться. На протяжении нескольких лет среднюю школу в селе Красномыльское поддерживает местное сельхозпредприятие «Рассвет». Помогают как с ремонтом, так и с покупкой нового оборудования и инвентаря. Село Красномыльское Шадринского района. Родина героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского. Здесь располагается средняя школа, которой в прошлом году исполнилось 140 лет. В настоящий момент в школе обучается 115 человек. Это ученики с 1 по 11 класс и 38 воспитанников структурного подразделения «Детский сад», который также находится при школе. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами в настоящее время. У нас работает 22 педагога. По словам Татьяны Рупасовой, больше половины учительского состава – это бывшие выпускники школы, вернувшиеся в родные пенаты. В школе активно идет подготовка к новому учебному году. Проводят косметический ремонт, белят и красят. Мы ремонтируем школьную столовую, заделываем дверной проем, который образовался у нас. И запланирована у нас побелка кабинетов и рекреаций первого и второго этажа. Активную поддержку в ремонте и приобретении инвентаря оказывает местное сельскохозяйственное предприятие. Школе помощь оказывает ООО «Рассвет» в лице его руководителя Баева Романа Васильевича. На последний звонок в этом году ООО «Рассвет» подарил нам денежные сертификаты на сумму 30 тысяч рублей именно на приобретение строительных материалов, краски. На прошедший юбилей, например, ООО «Рассвет» подарила нам 11 пар лыж. Стоит отметить, что в прошлом году в рамках проекта «Детский спорт» в школе был отремонтирован спортивный зал. С необходимым инвентарем помогает ООО «Рассвет». Места в здании достаточно для всех, но хотелось бы расшириться, признается директор школы. Учебных кабинетов хватает, некоторые из них совмещены, но тем не менее все мы размещаемся. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы на территории нашего села был построен отдельно детский сад. И освободившиеся территории мы бы могли направить для школьников. Вопрос о строительстве отдельного корпуса детского сада находится в стадии решения. Татьяна Рупасова уверена, при поддержке ООО «Рассвет» ему удастся воплотить мечты в реальность, и у детей появится еще больше возможностей. Алла Макареева, Тимур Ансулханов, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство «Курганру». Как сохранить профессиональное долголетие? Учиться в Курганской области люди предпенсионного возраста имеют возможность получить образование в разных сферах. Выбор предоставляется по 116 компетенциям. Все они востребованы на рынке труда. В Заурале обучение будет проходить на базе пяти профессиональных образовательных учреждений. Сегодня в роли студентов Курганского технологического колледжа выступают не молодые люди, а те, кому слегка за 50. У некоторых уже есть внуки. Марина Ефимовна заведует заочным отделением колледжа. Говорит, села за компьютер, чтобы быть ближе к своим студентам, ребятам, которых учат. И новые навыки всегда кстати. Мы радуемся жизни. Сегодня утром об этом дома говорили, что хорошо, что у нас дети есть, внуки есть, жизнь идет, мы чему-то учимся. На экзамен пришли практически без особого волнения, лишь бы техника не подвела. Бесплатное образование по стандартам WorldSkills проходит в рамках федерального проекта «Старшее поколение». По разным специальностям – геодезия, электромонтаж, сварочные технологии, парикмахерское искусство. На этот раз предстоит выдержать трехчасовой экзамен по веб-дизайну и разработке сайта. Да, они сами создают. Здесь, конечно, не надо больших навыков программирования иметь. В этом и суть программы. Здесь необходимо пользоваться грамотно теми инструментами и в режиме конструирования собирать этот магазин. Мы живем сейчас век информационных технологий. Хочется быть мобильными и успешными в этом мире и шагать ногу со временем. Ольга Медведева, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». Случается, люди получают производственную травму. Некоторые в результате этого становятся инвалидами. Раньше обязанность по оказанию помощи для них лежала на работодателях. Но на рубеже веков ее взяло на себя государство. Одним из видов государственной помощи людям, пострадавшим на производстве, стало обеспечение их автомобилями. За период с 2000 года, когда нам передали эту работу, мы обеспечили 125 человек, которым было необходимо автотранспортное средство. Выдано уже 224 автомобиля. Важно отметить, что обеспечение происходит бесплатно. Более того, через 7 лет инвалид имеет право на получение нового автомобиля. При этом старый остается в его собственности. Кроме предоставления автотранспортного средства на ТОРК, конечно, они имеют право еще и на капитальный ремонт, на текущий ремонт этого автотранспортного средства. Раз в год они к нам обращаются, подают заявление, все документы, и мы их обеспечиваем, вернее, оплачиваем им горючие смазочные материалы. Очередная передача автомобилей состоялась в среду, 26 июня. Новенькие машины получили трое жителей Курганской области. Одним из них стал Дмитрий Черепанов из города Куртамыш. Для него это уже третий автомобиль, полученный в рамках государственной программы помощи инвалидам. Первый был АК, второй – ВАЗ-2107, сейчас – Лада Гранта. Хороший автомобиль, современный, коробка-автомат там, все хорошо. Большое спасибо, конечно, нашему правительству, что оно не забывает нас. Конечно, хорошо. А кто инвалидам будет помогать? Отметим, что стоимость нового автомобиля – 467 тысяч рублей. Каждый оборудован с учетом физических возможностей будущего владельца. Может быть, без одной ноги, может быть, без руки, может быть, без обеих ног. И мы уже, проводя аукционы, мы в техническом задании это прописываем. И вот на сегодня у нас все адаптированы, все три машины, они адаптированы под каждого индивидуально. Автосалон пришедшие покинули уже на своих новых машинах. Они станут им верными помощниками в передвижении и отчасти компенсируют полученную на производстве травму. Добавим, что на покупку автомобилей их переоборудование и областной бюджет направил почти полтора миллиона рублей. В прошлом году в Курганской области получателями адаптированных машин стали 16 человек. Расходы региональной казны на это составили около 8 миллионов. Максим Ахахонин, Николай Волков, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Безопасное лето детям в ЦПКО состоялась ежегодная акция для детей, отдыхающих в школьных лагерях. Ее провели сотрудники госавтоинспекции, управление образованием города Кургана и Дом творчества детей и молодежи. В акции приняли участие 9 команд из школ города Кургана. Всего более 90 человек. В рамках конкурса ребята боролись за звание знатоков правил дорожного движения. Участникам предстояло пройти 7 познавательных станций, а также продемонстрировать умение езды на своем двухколесном друге велосипеде. Участников акции ждали испытания на знание правил дорожного движения, а также каждый ребенок попробовал себя в фигурном вождении велосипеда. Объехать аккуратно фишки и стойки доставлялось не каждого, но асы все же были. Также команды писали лозунги на асфальте, рисовали знаки дорожного движения, отвечали на вопросы викторины. За выполнение всех заданий каждому участнику ставили оценки. Победителей и призеров ждали дипломы и приятные подарки. По словам сотрудников полиции, главной целью акции «Безопасное лето детям» было привить ребятам основы безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция обращает внимание к киному участников дорожного движения и напоминает, что проезжая часть – это источник повышенной опасности и не место для игр. Поэтому не нужно без надобности выходить на проезжую часть и неукосительно соблюдать правила дорожного движения. Максим Ахахонин, Тимур Нуцулханов, Павел Баев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». В Кургане и Шумихе 28 июня все желающие могут пообщаться с легендарной командой «КамАЗ-Мастер», которая готовится принять участие в ралли «Шелковый путь». В Шумихе команду будут встречать на центральной площади города в 15.00. Пришедшие смогут увидеть технику, которая будет участвовать в ралли и сделать фото на память. В 18.15 пройдет встреча с командой «КамАЗ-Мастер» на центральной площади Кургана. Ожидается, что команда будет в полном составе – 4 автомобиля, которые примут участие в гонке, 5 автомобилей техобслуживания и 3 джипа. В Богоявленском соборе города Кургана прошли торжественные богослужения, посвященные явлению чудотворного югского образа Пресвятой Богородицы. Именно здесь пребывает эта древняя чудотворная икона, почитаемая всеми православными христианами. Всеношное бдение с литьей и акафистом в сослужении епископа Алапаевского и Ирбитского Леонида и многочисленного духовенства, прибывшего из разных приходов Курганской епархии, возглавил митрополит Курганский и Белозирский Иосиф. За богослужениями в эти праздничные дни молилась настоятельница свято-елесоветинского женского монастыря города Алапаевска Игумения Смарагда. За вечерним богослужением был прочитан акафист Божьей Матери перед югской ее иконой. Ангел земный, человек небесный, Псково-Печерские обители, старец Дорофей пред избран, без свыше. Сказание о югской иконе Богородицы гласит, что в 1615 году по велению Божьей Матери старец Псково-Печерской обители Дорофей отправился с ее святым образом на свою родину, в Ярославскую губернию. Когда уже подходил к месту своего рождения, устав, решил отдохнуть и поставил икону на большой сух, дерево. И когда отдохнул, хотел взять икону и продолжить путь, но не мог это сделать, потому что икона стала недвиженной. И он понял, что Матерь Божья избрала это место для пребывания своего благодатного образа. Теперь у нас есть уникальная возможность обращаться с молитвой к Божьей Матери перед тем самым чудотворным югским образом Пресвятой Богородицы. Икона замечательная, икона старинная, икона благодатная. Очень часто бывает, что старые иконы, намоленные веками, намоленные сотнями христиан, являют такую чудотворную силу, подающую многим, исцеляющую, просвещающую и помогающую. За богослужением объединились священнослужители, миряне, гости за Уралье, молитвенно испрашивая благодатную помощь предчистой владычицы. Если эти иконы появляются у нас здесь, значит это Божье благословение, значит это благословение Божьей Матери. Матерь Божья обещала, что те, кто будут приходить к этому образу, будут получать тихое, мирное, спокойное и благополучное жительство. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии, для информационного агентства Курган.ру. Это все новости на сегодня. Мы всегда рады видеть вас на нашем сайте Курган.ру. Далее прогноз погоды. Всего доброго и до свидания. Курган.ру Вселенная возможностей. Дом с минимальной стоимостью квадратного метра. Защитит ваши глаза. Поляризационная насадка на очки Клипонс. Всего за 349 рублей. Успейте заказать. Всероссийская ярмарка в Кургане. Шатер УТЦ Воробьевы горы. С 26 по 30 июня. 26 июня вышел в свет новый номер газеты «Зауральский курьер». Читайте в номере. Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 июля. Насколько больше будем платить? Где провести отпуск, если болят спина и суставы? Анонсы, объявления и подробная телепрограмма. «Зауральский курьер». Читайте бесплатно. Встречайте новый «Телесемь». Читайте в новом номере журнала «Телесемь». Главные свахи страны Гузеева, Володина и Сибитова открыли свои секреты. Лунный календарь красоты на июль. Главные ошибки садоводов. Что мешает собирать дачникам большой урожай? Новый номер «Телесемь» в продаже со среды 26 июня. Покупайте «Телесемь» в супермаркетах «Метрополис», «Магнит» и в сети магазинов «Лето». Открытый городской турнир по дворовому футболу. Готовь документы, собирай команду, участвуй и побеждай. Это будет серьезная игра. Подробности в группе ВКонтакте и на сайте Курган.ру. Регистрация команд проводится по адресу Койбышева, 36, офис 308. Здравствуйте. С прогнозом синоптика вас знакомит Сезанна Искаян. В пятницу большая часть Зауралья будет находиться под влиянием слабого антициклона, что минимизирует вероятность дождей, хотя облаков прогнозируется немало, а температурный фон останется существенно ниже положенной по климату нормы. Только на западе небо будет хмуриться, и без небольших очаговых осадков дело не обойдется. В Екатеринбурге плюс 17, плюс 19. В Челябинске плюс 18, плюс 20. Местами возможен небольшой дождь. В Тюмени плюс 19, плюс 21. Преимущественно без осадков. В Кургане переменная облачность без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8. Днем в Кургане облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба. 28 июня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова